Что этого? Этот мрак... Чего это? Всем привет! Это пожалуй один из самых величайших анимационных сериалов, которые когда-либо созданы. Это несомненно один из самых популярных аниме всех времен. И вероятнее всего он войдет в историю как классика на все времена, поскольку 4 и последний сезон сериала выходит на данный момент. Я подумал, что сейчас самое время вернуться к этому аниме и попытаться понять, что же делает Атаку Титанов таким великолепным. Первое и самое важное, что делает Атаку Титанов такой великолепной, это то, как она остаётся верной исходному материалу. Оригинальная манга японского художника Хадзими Исайямы идеальна во всех отношениях. И знаете, когда перед вами такой хороший сценарий, который уже одобрен фанатами и критиками, вам не нужно изо всех сил добавлять или изменять существующую историю. Время от времени вы найдёте такие аниме, которые пытаются сорваться с исходного материала. И знаете, в большинстве случаев им не удаётся достичь того же уровня, что исходный источник. Создатели Атака Титанов знали об этом, и до сих пор вместо того, чтобы пытаться переделать или изменить радикально какую-то существующую сюжетную линию, они остались верны ей. Сама история этого аниме очень хорошо написана и замечательно спланирована. У каждой сюжетной арки есть начало, середина и конец. Если аниме вводят какую-то новую точку сюжета, или пытаются добавить что-то новое к существующему, вы обязательно увидите конец этих сюжетных точек. Они просто не позволят этому висеть там. Каждая сцена имеет какое-то своё предназначение. И знаете, в каждом эпизоде нет пустоты, у вас почти нет места для скуки, или отсутствия интереса. И это потому, что развитие истории будет держать вас в напряжении. Атака Титанов – это глоток свежего воздуха, в таком жанре, как Синён. И несмотря, казалось бы, на клише сюжета, ему всё же удается передать намного больше, чем первоначально ожидала публика. Помимо безупречного повествования, Атака Титанов предлагает один из самых ярких и интересных персонажей, которые когда-либо созданы. И в архиперсонажах Атака Титанов примерно такая. У вас есть главные персонажи, второстепенные персонажи, дополнительные и опять второстепенные. Но вы ошибаетесь, полагая, что эти персонажи имеют приоритет в соответствии с их ролью. Фактически все персонажи вводятся либо для продвижения сюжета, либо для создания нового. Вдобавок ко всему, Атака Титанов не боится жертвовать своими персонажами, независимо от того, будь он главным героем, второстепенным или эпизодическим. Это делает сериал ещё более интересным для просмотра. Помимо всего этого, Атака Титанов – это визуальное шедевр. От дизайна персонажей до качества анимации всё просто идеально. Каждая сцена в этом сериале анимирована с особой тщательностью, особенно сцены действия. Вы не можете не быть впечатлены тем, как этот сериал втягивает вас в свой мир благодаря своей звёздной анимации. Невозможно не подчеркнуть, музыкальное сопровождение. Он является одним из самых удивительных саундтреков, когда-либо созданных. Как будто каждая из этих музыкальных композиций была написана специально для какой-либо сцены, в котором они соборуждаются. А некоторые опенинги так и вовсе стали легендами, и по сей день фанаты их переслушивают. В общем, Атака Титанов это чертовское классное зрелище. Он оправдал все мои ожидания и продолжает давать нам больше, чем мы изначально просили. Предстоящий четвёртый сезон сериала, который идёт на данный момент, и хотя фанаты и критики, которые скептически относятся к тому, чем же всё закончится, я считаю, что Атака Титанов это один из лучших анимационных сериалов. Всем спасибо за просмотр. Поддержите канал подпиской. Вас ждёт ещё больше обзоров. Ещё услышимся. Пока-пока.